Здравствуйте, Майкл говорит. Вы как хотите, но у нас во внутренней повестке неделя Падишаха-академика главы Чечни Рамзана Кадырова. Нисходит с лент новостей Падишах. То он предъявляет ультиматум Ингушетии, потом он посылает Нижний Новгород летучий отряд чеченской полиции. Они с силой увозят жену федерального судьи Сайди Янгулбаева. Зарему после он объявляет семью Янгулбаевых пособниками террористов. Он затем говорит, что журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и члены СПЧ Игорь Каляпин тоже террористы. И вот накануне опубликована беседа Кадырова со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым, где Кадыров вдруг говорит, что никакой отдельной Чечни нет и быть не может хотя бы по причинам чисто финансовым. Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия, что мы будем жить, что мы сможем жить, отдельно как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Нам Россия за год именно за республику, за содержание народа Чеченской республики за 300 миллиардов денег тратит. 300 миллиардов! Фантастическая сумма населения Чечни около полутора миллионов человек. Например, население Саратова около 900 тысяч человек, а бюджет Саратова около 17 миллиардов рублей. Вполне возможно, что находясь на холоде, Падишах немножко заболтался, потому что утвержденный бюджет Чеченской республики на 2022 год 98,5 миллиардов рублей, из них без возмездных поступлений 81 миллиард рублей, что тоже дохрена. Или же Падишах не заболтался, а проболтался. И деньги в республику поступают из федерального бюджета не только по линии Минфина, а по линии еще других министерств и ведомств. И в результате получаются те самые 300 миллиардов, о которых он говорил. Такая, кстати, инфантильная прямолинейность Кадырова, она аж трогательная. То есть открыто признается, что без России и месяца не протянет республика, но при этом строит себе караван-сарай, фестивалит и раздает мерсы направо и налево. Благодаря России мы сегодня живем, строим, развиваемся, как и все остальные субъекты Российской Федерации. Поэтому другого у нас нету до... Спрашивается еще, а что это вдруг Рамзан Кадыров вот так откровенно, даже надрывно говорит о зависимости от России. А потому что Падишах хитрый. Он понял, что в последние дни немножко заигрался, перегнул палку, заставил что-то позорное квакать Пескова, чтобы над ним все смеялись. А это балаболка Кремля и пресс-секретарь самого главнокомандующего. И Рамзан Ахматович с восточным лукавством и изяществом сделал шаг назад. Падишах знает, когда ему вновь показать, что он всего лишь пехотинец. А если вам до сих пор кажется, что Рамзан Кадыров позволяет себе лишнее, то, во-первых, не кажется, а во-вторых, сегодня Алексея Навального и ближайших его соратников, Любовь Соболь, Георгий Албуров и другие внесены в список террористов и экстремистов. То есть пехотинец называет террористами тех, кто его критикует, а главнокомандующий назначает террористами тех, кто его критикует. Они одинаковые. Редактор субтитров А.Семкин